Права и обязанности молодежи. И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, молодость – это один из самых важных этапов жизни человека. Это этап физической силы, зрелости, энергичности, активности, отдачи, широкой надежды и открытости к жизни. Нет сомнения в том, что молодежь – опора нации, ее бьющиеся сердце и могучая рука. Нельзя отрицать их важную роль в построении родины, а также в реализации подъема и прогресса народов. Священный Коран описывает молодость как этап силы между двумя слабостями – слабостью детства и слабостью старения. Всевышний Аллах говорит «Аллах тот, кто создает вас из слабости, после слабости он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину». Сура Румы, аяб 54. Поэтому пророчества и посланничества осуществляют с людьми молодых возрастов. Священный Аллах, рассказывая историю о пророке Иосифе, мир ему говорит «Когда Иосиф достиг зрелого возраста, мы даровали ему власть, то есть пророчества и знания, так мы вознаграждаем творящих добро». Сура Иосиф, аят 22. Всевышний Аллах, рассказывая историю о пророке Иосифе, мир ему говорит «Когда он достиг зрелого возраста, мы даровали ему власть, то есть пророчества и знания, так мы воздаем творящим добро». Сура Рассказ, аят 14. Ибн Аббаз, да будет доволен им Аллах и его отцом, сказал «Аллах послал пророков только молодыми, и ученым дарует сознание тоже молодыми». Пророк Ибрахим, халилуллах, мир ему противостоял и дал поклонникам в своей молодости. В Священном Коране говорится «Они сказали, мы слышали, как юноша по имени Ибрахим, Авраам выступал против них». Сура Пророка, аят 60. В Священном Коране также упоминается об умности и разумности пророка Соломона, Сулеймана, мир ему в своей молодости. Священный Аллах сказал «Мы помогли Сулейману, Соломону, разобраться в этом и даровали им обоим власть, то есть пророчества и знания». Сура Пророки, аят 79. Ввиду важность этого периода жизни человека, пророк, да благословите его Аллах и приветствует, разъяснил, что Аллах Величественный, задаст каждому рабу особый вопрос про этот период в день воскресения. Поэтому человек должен стремиться извлечь из него максимальную пользу для себя и для людей. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал «В день воскресения многие рабы не сдвинутся с места, пока он не будет спрощен о пяти вещах, о его жизни, как он ее провел, о его молодости, как он ее использовал, о его имуществе, как он ее приобрел и на что тратил, и что он делал из того, что он знал». Ислам позаботился о молодежи и определил для нее права и обязанности, ведь она имеет право на образование, наставление и хорошую подготовку. Священный Коран рассказал о том, как Лукмана Хаким воспитал своего сына, прививая ему религиозные аспекты, призывая его исправлять, отдавать и придерживаться моральных ценностей. В Священном Коране говорится «Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его, о сын мой, не приобщай к Аллаху со товарищей, ибо многобожие являются великой несправедливостью». Сура Лукман, аят 13. Сура Лукман, аят 13. Сура Лукман, аят 14. Сура Лукман, аят 14. Сура Лукман, аят 14. Сура Лукман, аят 14. «Во истину Лукман, аят 14. 16. Это именно то, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, делал с молодежью. Он, мир ему и благословение Аллаха, обращал ей глубокое внимание, настоятельно принимался за подготовку и повышение квалификации молодых людей, пребывая в их сердцах и умах великие принципы религии, любовь к знаниям и превосходству. 16. Сообщается, что Абдуллах ибн Аббест, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, «Однажды, когда я сидел верхом позади пророка, да благословить его Аллах, приветствует, он сказал, «О, мальчик, я научу тебя нескольким словам. Храни память об Аллахе, и он будет хранить тебя. Храни память об Аллахе, и ты обнаружишь его перед собой. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху. И знай, что если все остальные соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы наносить тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо первые узи подняты, а страницы высохли». После хорошего образования и умелой подготовки следует право молодежи на получение возможностей для полноправного участия в общественной жизни посредством работы и передачи ей ответственности и руководства, каждый в соответствии со своими знаниями, способностями и компетенцией. Это именно то, что сделал пророк, мир ему, благословение Аллаха, когда использовал различные молодежные энергии и дал молодежи активно сражаться в жизненных битвах. Ведь пророк, да благословите его Аллах и приветствует, положился на молодого человека, недостигшего 20-летнего возраста по вопросу призыва к исламу. Это «Аль-Аркам ибн Абль-Аркам», пусть Аллах будет доволен им, чей дом был безопасным приютом для пророка Мухаммада и его уважаемых сподвижников в начале исламского призыва. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, также назначил Усама бни Зайда, да будет доволен имя обоими Аллах, командиром мусульманской армии, в то время, как его возраст тогда не превесил 18 лет. Мухаммад, мир ему, да будет доволен имя Аллах, приглашал на свой совет молодежь вместе со старшинами и консультировал их по всем вопросам. Он сказал, никому из вас не должен мешать свой молодой возраст высказать свое мнение, поскольку знание не касается ни молодости, ни старости, ибо Аллах Всевышний размещает его там, где пожелает. Так, в его собрании присутствовали молодые люди во главе с Абдуллахом ибн Абасом, да будет доволен Аллах ими обоими, про которого Амар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, «У него ответственный язык и разумное сердце». Дело не ограничивалось молодыми мужчинами, ведь молодые женщины играли свою бесспорную роль в создании исламской цивилизации. Они играли свою роль в мире и войне. Среди них госпожа Асма бин Таби Бакр, а среди их пусть Аллах будет довольны имя обоими, которая знаменита своей выдающейся ролью в пророческой хиджре, поскольку она снабжала едой и питьем пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и своего отца Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в пути благословенного переселения из Мекки в Медину. Скорее, молодые женщины играли свою роль в самые трудные и тяжкие времена. На полях сражений они поили солдат и оказывали раненым скорую помощь. Анас, да будет доволен им Аллах, говорит, я видел, как в битве при Охуде Аиша, дочь Абу Бакра и Омусалим на своих спинах несли бурдюки с водой, а затем наливали их в устье народа, затем возвращались, чтобы их переполнить, а затем наливали в устье народа. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду и его семье с подвижником, и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. А мои братья в исламе, поистине, обязанностей молодежи много, в том числе, во-первых, она должна укреплять себя знанием, культурой и беспрерывным обучением, ведь знания ежемоментно развиваются и продвигаются, и наша молодежь должна идти в ногу с развитием событий и учитывая требования рынка труда и потребностей страны, увеличивая количество полученных учебных программ, курсов и необходимого опыта, чтобы она была способна противостоять современным вызовам, ведь величественный Аллах повелит своему пророку Мухаммаду, да благословить его Аллах и приветствует, не приобретать ничего из мирской жизни больше, чем знания. Всевышний Аллах сказал, «Вакур раб безиди не ильма, и говори, Господи, приумножь мои знания». Суратаха, аят 114. Во-вторых, она должна стремиться с энтузиазмом, извлечь максимальную пользу из-за чужого опыта и остеречества тщеславия. Так, молодым людям следует черпать свои цели в использовании мудрости и опытности умельных предшественников, так как взаимоотношения между последовательными поколениями это не исключение или конфликт, а скорее взаимодополняемость и консультирование. Пусть наша молодежь избегает тщеславия, которое разрушает и не строит, а также уничтожает человека. Всемогущий Аллах сказал, «Не ступай по земле гордоливо, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой». Сурат перенес ночью, аят 37. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствую, тоже сказал, «Три вещи являются губительными, скупость которой подчиняются, страсти за которые следуют, и восхищение человека самим собой. В-третьих, она должна возобновить намерение, служить религии и Родине, ведь человек получает вознаграждение за искреннюю работу и искреннее намерение». Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, поведал, «Поистине, дела оцениваются только по намерениям, и поистине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести». В-четвертых, она должна воспользоваться возможностью, прилагая больше усилий, и осознать, что дорога долгая, а ответственность тяжелая. «Это потому, что мы живем в обществе, движущемся с большой скоростью, в таком обществе есть место только для трудолюбивых и преданных своей работе и выполнению поставленных перед ними задач. Чтобы добыться наших устремлений и достичь желаемого положения для себя и своей Родины, мы должны приложить максимум усилий в нашей работе». В-пятых, она должна выразить признательность Родине, где она получила образование, воспитание и возможность трудоустроиться. Родина имеет право на своих сыновей, которые жили на ее земле, были воспитаны в объятиях ее благ и имеют в ней воспоминания и историю. «Давайте придерживаться решимости и решительности, неся оружие знаний и творчества, поднимая лозунг принадлежности и отдачи, чтобы служить Родине и защищать ее территорию. Валлах! Благослови нашу молодежь, защити ее от всякого зла, направи ее к тому, что исправляет Родину и народа, и обереги наш Египет и все страны мира». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!